Добрый день, дорогие мои подписчики, зрители, случайные, прохожие. В общем, как обычно, с вами Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом подкасте. Смотрите, я только что разобрал весь карт для Boosty. Там это все опубликовано. Ссылка в описании под видео в первом закрепленном комментарии. Подкаст закрыт, естественно, да. И здесь, как на примере турниров UFC, да и любых значимых второсортных турниров, я для вас открыто на YouTube разбираю мейн-ивент, где бьются в полусредневесовую категорию Андрей Корешков против Магомеда Малатова. Несмотря на то, что это мейн-ивент, поединок будет трехраундовым. И, соответственно, от этого можно, грубо говоря, понимать примерно, как они будут действовать, что они будут делать. Короче, в этом карте достаточно хороших вариантов. Есть, что и при матчах забрать, есть на что и в лайве полудить. Но и мейн-ивент на самом деле здесь не только в плане спортивной составляющей привлекает внимание, но и в плане ставок тоже. Во-первых, Андрей Корешков всегда был знаковой персоной. 33 года, пока еще как бы не пенсионер. И стоит отметить, что у него последний бой состоялся во второй половине 2023 года против Лоренца Ларкина на турнире Беллатур против Райзена, где он с плитом Ларкина победил. Были там некоторые проблемы с пропущенными ударами и по кардио, и все остальное, но тем не менее это позволило ему продолжить победную серию. Сейчас он идет на серии с пяти побед в ряд. До этого в последний раз в 2019 году проиграл Лоренца Ларкина тоже раздельным решением. У Магомеда Малатова все намного лучше, у него поражений нет вообще, но если рассмотреть именно в плане персоналей, то реально достойных топовых оппонентов его Кореи в принципе не было. Вообще. С одной стороны, как бы это вроде бы как и минус, мы его не щупали, не видели против нормального бойца, но с другой стороны, как бы это и меньше ущерба, это как бы меньше проблем, возможно там в лучшем, более-более лучшем состоянии, хотя я посмотрел на вешалку, они мне оба понравились. Конкретно здесь я могу сказать одно, если против Магомеда у Малатова, а он в этом противостоянии идет фаворитом, и мы от него отталкиваемся, да, от этого понимания, если против него выходит не совсем мешок, то поединок получается затяжным, а то и вовсе доходит до решения. Как, собственно, например, последний бой против Наиба Лопеса, вот, второй полуния 2023 года, то есть там, соответственно, спокойно поединок дошел до решения. Может быть не без проблем, где-то там что-то как-то, но тем не менее. Как будет финишировать, например, допустим, Магомеду Малатов Андрея Корешкова, я, откровенно говоря, слабо представляю. Прямо чтобы пробить его, нокаутировать как-то, это все-таки слабенько, да, можно визуализировать. Да и в целом, мне кажется, что конкретно против этого оппонента Магомеду Малатову будет стараться играться именно более в тактически выверенном ударнике, вот. И примерно такой же сценарий и ожидает Андрей Корешкова. Я вообще думаю, что это будет перетык на очки в течение трех раундов, вот. А если мы посмотрим на то, что он предлагает на полный бой, то там можно увидеть хорошие цифры. В зависимости от БК, можно увидеть даже коэффициент выше двушки, два с копейками. А это, как по мне, очень даже неплохо. Поэтому официальный мой прогноз на мейн-ивент этого турнира это ставка на то, что будет идти до решения. Но при этом, при всем, я еще и Андрея Корешкова рассматриваю как хороший бег для ставки. Дают на него, в зависимости от БК, 2.45 до 2.46. Такие цифры видел, максимальные. За такую, ну, как бы, за такую ставку, за такой коэффициент Корешкова я готов залудить. Поэтому все-таки, если рассмотреть, например, ставку в формате флета, там, да, под серьезную сумму, то это ставка на полный бой. Но при этом дополнительно я также еще поставлю на победу Корешкова. Но у меня, понимаете, формат простой. Я вот даже на бусте ребятам объясняю. Вот у меня, например, там есть там 3-4 поединка, которые я считаю максимально приоритетными. Вот, например, первый бой, да, который по списку идет, я на него вгружаю флэт. Далее, там, например, от того, зайдет эта ставка или нет, если я планирую лавить турнир, а я планирую лавить турнир, да, я определяю сумму на следующую ставку, которую считаю максимально приоритетной. И так, в зависимости от захода, не захода, я координирую, скажем так, ну, корректирую свои действия. И вот здесь момент следующий. Я полный бой на Корешкова с Умалатом заберу по-любому. И это будет, соответственно, тоже сумма на эту ставку будет толкаться от того, что у меня будет по приматчу, там, да, вот по этим ставкам, по серьезным, по ходу карда. И вот со ставкой на конкретно Корешкова я буду отталкиваться от своих лайфметок. У меня же помимо там основных ставок, там, да, по серьезной сумме еще есть лайфметки, там, 500 рублей, 1000, полторы, там, туда-сюда. Вот. И если там будет плюс-минус все нормально, то я уже от полученного наигрыша, там, да, кину на Корешкова. А может быть и вовсе подожду минуту-две первого раунда, чтобы понять, действительно ли они следуют тому геймплану, как я предположил. И если да, то в легкую можно закидывать. Вот, примерно как-то так. Но, если подытожить, то итоговая рекомендация на мейн-эвент полный бой, а на Андрей Корешкова опционально. Опять же, все своя мисты в формате скринов я буду публиковать в телеграм-канале. Конкретные ставки там и все остальное. Ссылка тоже в описании под видео. Поэтому с интересом жду этого турнира. Вот. Ивен достаточно хороший, чтобы уделить ему внимание. Ну и надеюсь, что результат нас не будет расстраивать. Вот. Всем всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...